Железная дорога Машинистом может стать человек, который может в любую минуту принять единственное правильное решение. Потому что за ним тысячи пассажиров, за ним миллионные ценности народно-хозяйственных грузов, и еще более того, это опасные грузы. За ним просто право на ошибку, у машиниста этого нет. Необыкновенные люди, которым я бесконечно благодарен, что мне такая возможность в жизни появилась, вот именно командовать такими людьми. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вся система работы железнодорожного транспорта изначально направлены на то, чтобы избежать ошибки. Безопасность начинается с прихода на работу. Порядок явки машиниста и помощника строго расписан, отметится у дежурного по депо и на медосмотр. Медицина – первый барьер, причем не только ежедневно перед рейсом, но и вообще на пути в машинисты. На комиссии от всех требования не выдерживают пилоты гражданской авиации. Примеры такие есть. Такие трудности лошадь даже не выдержит, а не выдержит. После медкомиссии – обязательный инструктаж. Здесь согласовывается, что сегодня ждет в пути и на что обратить внимание. Потом – строгая приемка техники. Прежде чем поехать, надо потормозить. Неоднократно. В этом залог безопасности будущего рейса. И только если железный конь несколько раз докажет умение остановиться, как вкопанный, раздастся заветное и долгожданное. Володя, поехали? Слева по поезду, ты замечаешь. Понятно, справа тоже без замечания. Стрелка по маршруту, скорость 15. Стрелка по маршруту, по собой. У нас вся жизнь проходит, вот глядя все в окно. У Сергея Ивановича Цацуры есть традиция – закуривать при выезде из депо. Сложилось за 32 года. Курить машинисту разрешено. Запрещено же очень многое. Причем не только инструкциям. На этой профессии приходится многое запрещать самому себе. Потому что всякий раз отвечаешь за других. Из 19 молодых парней, что приходили вместе с ним на работу устраиваться, 17 ушли. А он выдержал. Говорит, привык. Хотя, скорее всего, скромничает. Не привык, а прикипел. Привыкать пришлось друзьям. К тому, что дорога и праздники – это практически параллельные прямые и редко пересекаются. Что график рыбалки будет все время меняться, потому что график движения пассажирских поездов свят. Сейчас на своем тепловозе ТЭП-70 он ведет фирменный Янтай. Интересно, что машина эта для ЦАЦуры действительно своя. Занминистра. Тогда еще. У нас был МПС, по-моему. Я подошел к Будовскому. Говорю, у нас тепловоза не хватает. Пассажирский. Говорит, а что ты меня просишь? Рот подойди и сам спроси. Ну и... Объяснил обстановку. Действительно, где-то месяца через три пришел тепловоз. Мне его дали совершенство, а с тех пор я на нем, кажется, курирую. Трудно подсчитать, сколько машинисты проводят времени за партой, потому что учатся они и их помощники постоянно. Любое изменение статуса, любой допуск к работе – после экзамена. В 2005-м в Калининградское и Черняховское депо начала приходить новая техника. Ее освоение тоже начинается с учебника. Особенно, когда на новой машине будет работать один машинист без помощника. И это будет постоянная и беспокойная работа. Такая, как работа машинистом на маневровом тепловозе. Сколько мне говорили? Хорошо пристроился, метр вперед, два назад. Остальное спишь. Спать машинисту в локомотиве в принципе не получится. С точки зрения обеспечения безопасности для этого существует рукоятка бдительности. Каждые 90 секунд срабатывает световой сигнал, на который машинист обязан среагировать и нажать кнопку. Прозевал? Прибор обратит твое внимание свистом. Если и на это нет реакции, электроника посчитает тебя спящим и остановит состав. Но на маневровой работе не расслабишься еще и потому, что все 12 часов смены напоминают челночный бег. Без перерыва, с горки на горку. Причем на одну и ту же. Разбирая и составляя поезда, машинистам приходится буквально крутиться на одном и том же месте. Пейзаж привычен, но натренированные глаза способны подмечать малейшие детали. Наглядный пример. На горке, какой, на... Третья стрелка, да? Третья. Третья стрелка. Главное направление. Ехал изъявом, заметил лопну шастая. Остановился, предотвратили очень большие посеи. В маневровой работе есть свои плюсы. Обед по расписанию, например. Нужно ли говорить, что в своем нелегком труде машинисты обеспечены всей необходимой социальной защитой? И столовые, и при локомотивных депо одни из лучших среди всех предприятий области. Только вот кормить им чаще приходится не машинистов. Потому что их обед может застать где угодно. Впрочем, чужим машинист себя нигде не почувствует. Если маршрут кончился далеко от родного депо, добро пожаловать в комнаты отдыха локомотивных бригад. Плодами трудов маневрового распорядится уже другой машинист. Собранный состав проверит на сцепку, на состояние тормозной магистрали и 5000 тонн потянет грузовой локомотив, основной трудяга к ленинградской железной дороге. Потянет так, что даже молодой машинист Андрей Гумбарагис будет спинным мозгом чувствовать свой груз. Поездов одинаковых не бывает. Даже количество вагонов, все равно разные поезда, они по-разному себя ведут. Это все приходит с опытом, но у меня хороший учитель был. Тяжело грузовому локомотиву, тяжело его машинисту. В маленькой кабине летом невероятно жарко и форменные рубашки можно выжимать. Внимательно приходится следить за состоянием техники, ведь работа идет практически на пределе возможностей. Тепловозы М-62 – долгожители, и от этого им внимание особое. По-всякому, всякое бывает. Сейчас жаркая погода, посложнее. Ремонтный цех у нас, ребята хорошие работают. Внимание, переезд. Каждое локомотивное депо оборудовано всем необходимым для поддержания своих железных коней в рабочем состоянии. Для этого производятся ремонты и регулярные технические обслуживания. И при первом же подозрении на неисправность локомотив отправится на серьезное обследование. Особенно это касается тормозов и ходовой части. Если дизель сломается, то можно отремонтироваться. Даже в процессе работы он заглох, а если ходовая сломается, то тепловоз может сойти с рельс и гибель людей может быть, если он пассажирский. И исход состава. Поэтому ходовой, если за дизель в тюрьму не сядешь, а за ходовую сядешь. За техникой следят люди, а техника следит за людьми. Каждое действие машиниста фиксируется специальными приборами. На грузовых локомотивах это механические скоростемеры. Записывается на них скорость движения, работа тормозов. После поездки лента будет расшифрована и передана машинисту-инструктору. Если обнаружится ошибка, она тут же станет достоянием гласности и будет обстоятельно разобрана, дабы ее не повторить. Равномерное тиканье скоростемера сопровождает всю поездку и словно добавляет машинисту собранности. Расслабиться можно будет только на конечном пункте. И порядок расслабления тоже прописан в должностной инструкции. И методы применяются самые современные. Пассажирам доступно многое. Летом практически все калининградцы стремятся отдохнуть у моря, куда доставляют их электропоезда и их машинисты. Кажется, на первый взгляд, что их профессия полегче. В электричке созданы более комфортные условия работы. Тишина, простор, автоматика. Но здесь пассажиры словно ближе к машинисту. Он сам отвечает за них, за каждое их действие. Своего рода сфера обслуживания получается. Конечно, стараешься культурно и все комфортные условия создать. Не всегда получается, но стараемся. Два желтых. Два желтых. Два сорока. Не более сорока. Но в сборе летом, конечно, тяжело работать. Сами видели, сколько пассажиров. Иногда думаешь, что география – повод позавидовать машинисту. Дескать, сколько он всего успевает увидеть. Но его география, как зона отчуждения железнодорожного полотна, имеет свои границы, покинуть которые машинист не имеет права. Судите сами, какую шутку сыграла география с Сергеем Железновым. В Слагорске, да, но на море еще не попадал. Не попадал. Следуем на красный за 400-500, не более 20. Следуем на красный за 400-500, не более 20. Уполняю. Следуем на красный за 400-500, не более 20. Разгрузить пассажиропоток, повысить рентабельность перевозок – задача для рельсовых автобусов. Калининградская железная дорога в смысле их эксплуатации впереди всей страны. Именно два наших депо стали первыми, кто получил несколько лет назад опытные экземпляры новой техники. Сегодня она уже работает. Связывает Черняховск с железнодорожным и советским. Техника эта новая, и разбираются с ней машинисты-инструкторы, чтобы потом опыт свой передавать коллегам. Особенность новой машины – почти все управляется электроникой, так что старые методы работы здесь не годятся. В данном случае красная лампочка, лампочка запрета горит не более 100. А наша скорость вот сейчас с вами 20 км в час, до 20 км, видите? И наша задача, как в компьютерной игре, чтобы зеленые огоньки не встретились с красными. Так Андрей Федорович отзывается о клубе – комплексе локомотивных устройств безопасности. Это современный электронный аналог скоростемера. Сегодня такое устройство устанавливается на все современные локомотивы. И фиксирует прибор уже буквально каждое действие машиниста. Но и показывает все подробнее и предостерегает от ошибок. Если машинист, скажем так, подвержен разгильдяйству и способен, ну не совсем собран, способен нарушать, для него это шпион, враг. А если машинист дисциплинирован и действует в строгом соответствии с инструкциями, для него это является адвокатом, потому что в пути следования всякое случается. Развитие техники в последние годы изменяет профессию машиниста. В чем-то облегчает, в чем-то наоборот усложняет. Но как бы ни бился разум изобретателей, отменить человека в управлении поездом не получается и вряд ли получится. Поэтому в любую погоду, в любое время суток у машиниста может раздастся телефонный звонок. Да, Сокольников. Витя, явка тебе будет 23.16 Балтийский лес. Понял. 23.16 Балтийский лес. Суточку получай, пожалуйста, и поцелуй. Спасибо. Счастливо. Часто поменьше работаю. Вот раньше вообще 16 часов и поехала. Я знала, что маму, мужу нужно работать. А я должна его ждать. Это было. У нас как в армии. Подняли, вызвали, поехали. Поехали. Значит, снова приняли на себя ответственность. За груз, за пассажиров, за работу всей дороги. Снова взвалили на себя тяжесть, зноя или холода, режущего глаза солнца или кромешной темноты. Ощутили себя хозяином мощной машины со своим нормом, который ты должен укротить. Тяга. Так называют все, связанное с локомотивами на дороге. Тяга. Это то, что характеризует, пожалуй, всех машинистов. Тяга к своей профессии. Причем это зачастую не приобретенное, а врожденное качество. Ведь многие машинисты рассказ о себе начинают так. У меня отец, машинист. На паровозах еще работал. Можно сказать, потопственный. Брат работал. На пенсию ушел. И я работаю. И семейное чаепитие – это ежедневное напутствие продолжателям железнодорожных династий. Дедушка сперва был начальником Октябрьской дороги, а потом реже. Отец начал сперва помощником. Не помощником, кочегаром. Еще маленький был, уже носил. Вот он на маневрах тут работал, я ему там тормозок носил, чтобы покушать. Ну, на паровоз залазил. Все с молоком матери. Все это наследственность, можно сказать, такая. И постоянно видя это все, и дед, то, что железнодорожник, отец железнодорожник, мать на железнодороге работает. Уже сомнений не было, можно сказать. Учусь в заочном институте сейчас, в университете, в Петербургском. Закончу, посмотрим тогда, что там, как получится. Какой дальше двигается? Мне внуков побольше. Династия Кокарева должна продолжаться. Между прочим, создать династию машинистов совсем непросто. Даже попытаться создать. Работа – это жесткий график, в котором иногда не хватает места на личную жизнь. Даже доходило до парадокса. Меня на свою свадьбу даже не отпускали. Доходило до такого. Пришел к замуэксплантацию, так и так вот. Людей нету, не могу. Даже такое было. Пошел потом уже к начальнику депо, он уже посмеялся, подписал, говорю, что это вы с ума совсем сошли. Так что же заставляет их снова и снова садиться за кран машиниста? Про железную дорогу говорят рельсовый транспорт. По рельсам это не сворачивает. Человеку предоставлена большая свобода. Но они сами выбрали этот путь и не свернут с него. Потому что они – машинисты. Любой помощник мечтает быть машинистом. Ты уйдешь в поезд пассажирский, а тебя за спиной там тысяча человек сидит. И себя же, в первую очередь, идет спрос. Ты здесь, как бы, получается, и первый, и последний. Это очень сложная профессия, но ответственная. И, наверное, самая почетная у нас на железной дороге. Последним является машинист. За связистами, за путейцами, за всеми работниками железнодорожного транспорта. От действия машиниста зависит фактически все. Проехать пассажиром – это одно. А работать? Ну, работать тяжелая, но в чем-то интересная. Ну, конечно, надо попробовать. Отправляемся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok